всем здрасьте нам сначала нужно доделать суффиксный автомат алгоритм значит давайте напомню что мы делали мы говорим что мы будем строить автомат дописыванием по одному символу и вот считаем что для строки s автомат уже построен мы дописываем новый символ c следующую буковку к нашей строке хотим перестроить автомат мы поняли что обязательно появляется новый класс который отвечает всей строки с c обязательно будет такой новый класс еще потенциальный какой-то один класс возникает давайте напомню что у нас есть такая с 0 это максимальный суффикс с который является по строку s так вот и мы понимаем что вот это вот сц это будет обязательно новый класс обязательно новая вершинка которая возникает в нашем автомате без нее никак не обойтись вот это с 0 она возможно образует нам новый класс возможно не образует зависит от того являлась ли вот эта строчка в старом автомате он гистом своем классе если она была лонги 100 ничего не меняется это состояние остается неизменным если же она не была лонгистом но стало лонгистом тогда вот этот старое состояние расщепляется на 2 вот если не было несколько строк вот в одном состоянии то несколько самых длинных остаются там же, а вот эти вот все остальные, среди которых самая длинная, это S0, они отщепляются в отдельное состояние, соответственно, число в состоянии увеличено на 2, а не на 1. Вот. Хорошо. Значит, это мы уже делали в прошлый раз. Также я напомню такой полезный факт, что если у меня есть какая-то вершинка V, то множество ребер, которые ведут в нее, устроены следующим образом. Во-первых, на них на всех написана одна и та же буква, давайте не C, а давайте какой-нибудь D. На них на всех написана одна и та же буква, во-первых. Во-вторых, вот эти вот вершинки это часть суффиксного пути. То есть, если посмотреть на самую длинную из них, то сувсилка из нее будет вести во вторую по длине, из нее сувсилка ведет в третью по длине, из нее в четвертую и так далее. И это вот все ребра, ведущие в данную вершинку. Этим мы тоже будем пользоваться. Хорошо. Значит, мы многое уже поняли, и теперь давайте поймем, как будут меняться ребра при добавлении вот этого нового символа C. Мы понимаем, как меняется состояние, либо плюс один, либо плюс два. Теперь вопрос, как меняются ребра. Ну, я утверждаю следующее, что после добавления C большинство ребер как бы не изменятся. Большинство ребер в старом автомате сохранятся. Ну, понятно, если у меня меняются только два состояния, то, наверное, происходит какие-то изменения только с ним. Так вот, что может измениться? Значит, потенциальные изменения. Во-первых, понятное дело, должны появиться какие-то ребра, ведущие в новое состояние СС. Ребра в класс, отвечающий СС. Ну, это понятно. Появилась новая вершинка, туда явно должны ввести какие-то ребра с одной стороны. С другой стороны, из этого состояния ребер точно не будет, потому что там уже лежит самая длинная строка, и если бы было какое-то еще исходящее ребро из нее, это бы означало, что автомат должен применять вот еще более длинную строчку, чем все СС. Понятно, что такого не бывает, значит, ребер отсюда точно не исходят. Дальше, что может появиться или измениться? Дальше, вот эти вот события могут происходить только в случае, если С0 — это новый лонгист, то есть не был лонгистом, но стал лонгистом. То есть это в случае, когда у меня какое-то состояние расщепляется, расщепление. Тогда, значит, что может быть? Вот было какое-то состояние Q, оно распалось на 2, там какое-то новое Q и клон. Значит, вот как-то оно расщепилось на 2. Тогда как меняются ребра? Ну, во-первых, могут поменяться ребра, те, которые входили вот в это, могут теперь перейти в, ну, то есть в одно из них, надо понять, куда. Да, ребра. Давайте я сразу назову вот эту вот вершинку Q. Та вершина, в которой лежала изначальная С0, которая расщепляется в этом случае. Давайте назовем ее Q. Так вот, что-то происходит с ребрами в Q. Ребра в Q. Куда, значит, надо с ними понять, куда они теперь ведут. Куда теперь ведут. Ну, раз это состояние расщепилось, там было какое-то множество слов, оно расщепилось, понятно, что тогда ребра какие-то входящие сюда должны переместиться сюда, а какие-то входящие тоже сюда должны переместиться в другую вершинку, поскольку здесь расщепилось множество вершин, множество слов, то именно что ребер тоже должно расщепиться. Вот. Это входящие ребра в эту вершинку, ну, или еще могут быть какие-то исходящие. То есть надо понять, как ведут себя исходящие ребра из этих двух новых версий, старой Q. ребра иску тоже но скорее откуда теперь откуда теперь потому что у меня была старая вершинка из нее что-то исходило теперь старая вершинка расщепилась на 2 но тоже надо понять какие ребра теперь исходят из этих двух из этих новых версий старой вершины вот и больше ничего не изменится в нашем графе больше некие ребра не исчезнут не появятся и не изменятся потому что какие у нас остаются не учтенными ребра но только те которые вели между вершинками между состояниями которые не поменялись только между состояниями которые не поменялись потому что поменялось только вот это вот сц появилась и q могла расщепиться больше у нас в автомате с точки зрения состоянии и множество слов которые лежат в одном состоянии ничего не поменялось да то есть если возьму любую другую вершинку, в которой было какое-то множество слов, то есть правый контекст, в которых одинаковый, и вот все они соответствуют одной вершинке, то это состояние не поменялось. Ну, потому что мы поняли, что меняются только два лонгеса, значит, два состояния. Поэтому здесь ничего не меняется, и значит, никакие входящие ребра, некие исходящие ребра, ведущие ни в Q и ни в SC, они поменяться не могли, поэтому как бы большая часть графа у нас остается. В итоге может менять только вот эти вот три потенциальные пункта. Хорошо, давайте тогда разбираться с первым. Какие ребра нужно провести в SC? Ну, понятно, что поскольку мы должны провести ребра в SC, то все ребра, которые туда ведут, обязательно на них написана одна и та же буква, это мы уже замечали. И, ну, какая эта буква? Понятно, что это последняя буква во всех этих словах, то есть С. Поэтому в этой SC нужно обязательно провести несколько вот таких ребер, на всех из которых написана буковка С. И они еще образуют такой суффиксный путь. Но давайте тогда скажем, что я должен провести ребро из, скажем, строки, чего у нас еще не было, давайте из строки У, из строки У я должен провести, точнее вот так, да, из класса, соответственно, еще У, я должен провести ребро по букве С в классе С. С, если, ну, если УЦ, это такой суффикс СЦ, что УЦ при этом не под строка С. не под строка С. Потому что мы помним, класс СЦ состоит в точности из всех строк, которые получили новое вхождение. Вот раньше не входили, а теперь входят. Вот эти вот класс СЦ. Те суффиксы, которые раньше не входили, а теперь входят. Поэтому ребра, ведущие в этот класс, это обязательно ребра из таких слов У, что дописывание новой символа С как раз переводит меня в этот класс. То есть это такой суффикс, что он не является по строкой С. Не является по строкой С. Ну, тогда понятно, что мне заведомо нужно провести ребро из класса С. Вот такое вот, потому что если есть здесь слово С, то при приписывании к нему буквы С мы как раз перемещаемся в класс СЦ. Затем нужно взять от него суффссылку. Мы помним, да, что все вот эти вот ребра, они обязательно должны образовывать путь по суффссылкам. Поэтому я беру суффссылку от этого С, перехожу сюда. И опять, да, если здесь, скажем, нет ребра по С, то я его строю. Опять перехожу по суффссылке и так далее. Вот. И что значит, что... То есть я так делаю, пока не найду первую вершинку, из которой есть переход по С. Есть переход по С. Тогда вот для всех вот этих вот, я утверждаю, что мне нужно эту стрелку перенаправить, ну, то есть создать стрелку по С и перевести ее в СЦ. А для этого ее менять не нужно. Вот почему. Значит, пусть это П. Пусть это вершинка П. Для всех вот этих, повторюсь еще раз, для этих вершин не было ребра по С. То есть это такие строки, такие строчки У, что в исходном автомате, в старом автомате, который отвечает строке С, приписать к строке У букву С нельзя. То есть после У не может следовать С. Это как раз и значит, что УС было не под строкой С, но теперь при дописывании С в конец у меня будет УС, это суффикс СЦ. И поэтому вот во всех этих вершинках, где не было ребра исходящего, исходящего ребра по букве С, мне нужно его создать и переместить сюда. Потому что это как раз будут такие вершинки, которые, ну, которые раньше вот это вот УС не было под строкой С. А теперь станет, поэтому такое ребро нужно завести. Так, ну и здесь давайте сразу же, давайте я напишу такой маленький код. Давайте я напишу маленький код. Я скажу, что П это класс, соответствующий С. Пока, ну, скажем, П не равно минус единице. И из П нет перехода по С. Мы делаем следующее. Мы создаем этот переход, говорим, что он ведет в это СЦ. Я обозначу это так. To P по букве С равно СЦ. Ну, так напишу. И П равно линк от П. Так, скобка закрылась. Да, то есть встал вот сюда и прыгаю по ссылкам, пока не найду, пока не найду переход по С. И всюду, где не было такого перехода, создаю его в новую вершинку СЦ. Теперь, самый простой случай, это когда мы такими вот прыжками дошли до самого корня, до, ну, до начальной вершины нашего сухоматомата, который у старта. И даже если, и вот хорошо, если даже из старта нет этого перехода по С. Это соответствует случае, потому что П стало равно минус единице, то есть я как бы попытался взять всю ссылку от корня и уже, соответственно, дальше ничего не делаю. Первый случай. если из корневой вершины, корневой, то есть стартовой, нет перехода по С. Это соответствует тому, что П равно минус единице в конце исполнения этого вайла. То есть я считаю, что я дошел до корня, не нашел у него переход по С и его построил в С. Потом взял опять всю ссылку и сказал, что у меня П стало равно минус единице. То есть ссылка от корня, как бы, это минус один. То есть тогда картинка вот такая. То есть я провожу такие ребра, беру всю ссылку, провожу ребра, беру всю ссылку, провожу, провожу, и в конце концов я приду в корень. Да, это будет корень. Начальная вершина автомата. Вот. Но тогда я утверждаю, что С0 это просто эпсилон. В таком случае С0 это просто эпсилон. С одной стороны, с другой стороны С не встречалась в С. Не встречал, ну, не встречался, да? Наверное, символ С не встречался в С. Вот. Ну, когда может быть такое, что я дошел до корня и даже из корня не было перехода по букве С? Только в случае, если С это вообще новый символ, которого не было в строке С. Скажем, в С были только Ашки и Бшки, пришла новая буква С, но тогда понятно, что из корня нет перехода по С, потому что его раньше, в принципе, не было нигде в автомате. Не было в строке, не может быть в автомате. Ну и наоборот, да, если нет сейчас перехода, то значит, что нигде раньше этой буквы просто не было, иначе бы этот переход обязательно был бы, потому что у меня автомат хранит все подстроки, поэтому все символы точно хранит. Хорошо. Получается, что С это какая-то новая буква, которой раньше вообще не было. Ну и так дошли до корня. Ну и тогда что такое С0? Так, я С0 стер. Напоминаю, это максимальный суффикс СС, который является под строкой С. Но извините, я не могу взять никакой нетривиальный суффикс, потому что они все содержат это последнее С. Да, а С раньше не встречалось. Поэтому самая, самую длинную строчку, которую я могу в качестве С0 взять, это вот эта пустая строка. Самый длинный суффикс, который является под строкой С, это просто эпсилон, пустая строка. Ну, а мы еще в прошлый раз заметили, что суффсилку мы должны определить так, что суффсилка вот СС это обязательно класс С0. Ну, потому что как раз относительно СС, самый длинный его суффикс, который лежит в другом классе, это вот эта вот С0, поэтому суффсилка ведет сюда. Значит, мне нужно просто в конце вот этого вот вайла, когда я дошел до корня, мне нужно сказать, что суффсилкой вот этой вершинкой будет вот это, то есть просто корень. И на этом обработка новой символа С закончилась. То есть я целиком построил все ребра сюда. Понятно, что С0 как было лонгистом, так и осталось лонгистом. Оно, собственно, только в корне лежит. Поэтому там ничего не расщепляется, и вот эти вот ребра не меняются. Поэтому на этом как бы обработка заканчивается. Мы провели все ребра в СС и говорим, что суффсилка у нас теперь ведет вот так, из СС в корень. Все. Значит, это простой случай разобран. Так, вопросы? Хорошо. Значит, тогда случай второй. Когда мы вот так вот идем и закончили где-то раньше, чем корень. То есть мы так шли-шли-шли, по суффсилкам поднимались, ну или у меня тут на картинке спускались по суффсилкам, и дошли до какой-то вершинки, из которой есть переход по С. Вот так я давайте нарисую. Значит, мы проводили ребра по С в класс, соответственно, СС, и дошли до вершинки, из которой уже был такой переход по С, который ввел в какую-то другую вершинку. Давайте я вот это вот, значит, после нашего цикла, вот это будет как раз П. П это последняя вершина, точнее, первая найденная вершина, из которой есть переход по С. Первая найденная, из которой есть переход по С. Хорошо. То есть вот мы ее нашли. Тогда я утверждаю, что вот это как раз будет состояние Ку, в котором лежит С0. Вот это будет такое состояние Ку, в котором лежит С0, тот самый максимальный суффикс, который является под строкой С. Ну, вроде понятно, потому что, как у меня устроены вообще все суффиксы строки СС? Это обязательно нужно взять какой-то из суффиксов исходной строки, которые получаются по вот таким вот суффиксам. Вот это вот было С, да? Как получается все суффиксы строки С? Это нужно встать в С и прыгать по суффиксам. Тогда как раз здесь, на этом пути, будут все суффиксы. Это мы тоже обсуждали. Тут будут все суффиксы. Значит, как может быть устроена С0? Это обязательно встать куда-то вот сюда, в одну из этих вершин, и приписать С. Потому что С0 — это вот такая какая-то штука. Какой-то кусочек старого суффикса с приписанием С. То есть я должен встать куда-то сюда и пройти по букве С. Но из этих вершин я пройти по букве С не мог, а из этой уже могу. Ну, значит, тогда понятно, что самая длинная строка вот этого С0, это как раз самая длинная строка СП, то есть лонгист от П, плюс С. Значит, С0 равно лонгист от П плюс С. Самый длинный суффикс, к которому можно приписать С. Он обязательно вот здесь, просто есть такое ребро. Поэтому я напишу так. С0 лежит вот в этом состоянии Q. Принадлежит классу эквивалентности строк, в которой все схлопаются вот в этой вот вершинке Q. Вот. И здесь может возникнуть потребность. То есть это Q расщепить. Это Q расщепить в случае, если С0 не было лонгистом. То есть мы понимали, что оно не было лонгистом, теперь оно обязательно лонгист. Да, и мне потенциально это нужно расщепить. Давайте рассмотрим хорошую ситуацию, когда не нужно расщеплять. Когда это не нужно делать? Нам не нужно расщеплять Q. Если и только если С0 уже была лонгистом. Да, то есть С0 было равно лонгист от Q. Лонгист от Q. Ну и это с точки зрения чего-то, что можно проверить за вот единицы, равносильно такому условию. Лен от Q равно Лен от P плюс 1. Лен от Q равно Лен от P плюс 1. Значит, ну мы напоминаем, мы вот эти лонгисты явным образом не храним, потому что если их хранить, то тогда у меня будет квадратичная память. Я храню только лен, только длины этих самых лонгистов. Ну и понятно, что вот эта вот С0, которая получается к приписыванию вот сюда буквы С, оно будет лонгистом здесь, если и только если выполняется вот такое соотношение на длины наших состояний. Да, что длина максимальной строки вот здесь ровно на 1 больше, чем вот здесь. Лен от Q равно Лен от P плюс 1. Ну потому что С0 это как раз взять вот эту вот строчку длины Лен от P, переписать мне один символ, и мы как раз поводим в Q. И если это самая длинная строка, то, собственно, вот это равенство должно выполняться. Поэтому второй случай, это как раз случай вот этого равенства, когда Лен от Q равно Лен от P плюс 1. То есть С0 была уже лонгистом, ничего расщеплять не нужно, и мой автомат больше не меняется, да, у него состояния не меняются. Тогда как нужно это обработать? Очень просто. Я утверждаю, что в таком случае нужно просто сказать, что линк от вот этого СС это просто Q. И на этом закончить. То есть мы сначала вот так вот пропрыгали из вот этого С по субссылкам, провели такие ребра по букве С в СС, а затем дошли до первой вершинки P, с которой уже был переход по С, и пусть выполняется такое условие. Тогда достаточно просто назначить такую субссылку, и случай целиком разобран. Вот. Ну, почему? Почему это так? Мы поняли, что это состояние не меняется, поэтому ребра, входящие в него и исходящие из него, никак не поменяются. Это старое состояние, которое не поменялось, поэтому с ним все остается так, как было. Вот. Поэтому ребра, которые могут поменяться, появиться, удалиться или измениться, это только ребра, ведущие в СС, которых раньше не было и которые теперь появляются. Ну, такие вот я провел, а ребра, исходящие вот отсюда, уже было ребро по С. И оно именно, что должно вести сюда, а не в СС. Да, и вообще, какие еще могут быть ребра, какие еще ребра могут, мы потенциально не провели. Ну, вспоминаем, какие ребра нужно провести в СС. СССР – это такие суффиксы С, такие суффиксы С, что, дописанные к ним буковки С, перестает быть суффиксом С, быть под строкой С. Давайте я еще восстановлю это. Давайте восстановим. Что я провожу ребро из У в СС. Если у меня УС – это не под строка С, да? Не под строка С. Ну, еще У – это суффикс С. Это вот у меня было здесь написано, я просто восстанавливаю. У суффикс С. Ну, все суффиксы лежат вот на этом пути по суффсилкам, и теперь мне нужно, получается, найти только те из них, из которых не было перехода по букве С. Да, потому что УС должно быть не под строкой, то есть просто не могло быть там перехода по С. Ну, все такие я нашел, здесь уже есть переход по С, и тогда я знаю, что из всех этих тоже будет переход по С. То есть из всех вот этих вот, которые получаются, взять им суффсилки многократным, тоже будет переход по С, потому что если вот отсюда есть переход по С, значит, и у более коротких строк их тоже можно продолжить этой буквой С. Да, потому что, например, тут была какая-то строка, вот эта вот лонгист от П. И мы знаем, что лонгист от П плюс С – это под строка С. Что лежит здесь? Здесь лежит какой-то вот этот вот суффикс вот этой строки. К нему, понятное дело, тоже можно приписать С, потому что если вот эта под строка, то эта тем более под строка С. Ну и так далее. Когда мы проходимся по этому суффиксному пути, у меня эта строка все уменьшается и уменьшается, тогда понятно, что ее можно, как бы все это время, можно ее продлить С, и это все будет под строка С. Поэтому все вот эти вот ребра, из них уже был переход по С, поэтому его не нужно менять. Да, нужно менять только те, которых не было. А эти не изменятся. Вот. В итоге автомат не поменяется, кроме вот этих вот ребер. Остается только назначить суффсилку, ну а мы уже неоднократно замечали, что суффсилка из С должна вести в С0. Ну а С0 это как раз вот этот АКУ. Окей? Хорошо. Тогда последний случай, который нам остается, это плохой случай, да, то есть, во-первых, из П есть переход по С в вершину КУ. В вершину КУ. Но при этом вот эта равенца не выполняется. Ну, я могу написать просто не равно. Могу написать строго больше. Это будет одно и то же. Понятно, что здесь неравенство, ну вот, вот такое неравенство всегда выполняется, что Лен от Q всегда больше, либо равно Лен от P плюс 1, потому что, если вот здесь есть какая-то строка длины Лен от P, то строка длины на 1 больше точно здесь лежит. Поэтому здесь максимальная будет больше, равно чем вот эта. Да, значит, здесь не может быть там значка меньше, может быть только больше, если неравенство. Так, окей. Что же тогда происходит? Это как раз случай, когда КУ нужно расщепить. КУ нужно расщепить. Давайте я нарисую следующую картинку. Вот было КУ. Там было какой-то лонгист и несколько его самых длинных суффиксов. Такая картинка, такая картинка. Так, сейчас я буду рисовать довольно долго. Ну вот что-то такое. Мы поняли, что S0 — это не самая длинная из них. То есть скажем, ну вот это вот какой-нибудь S0. Давайте скажем, что вот это вот S0. Так, и как оно получается? Оно получается переходом из P по букве C. Вот, но здесь вместе с этим P в этом состоянии, вместе с этим S0 в состоянии P могли лежать какие-то еще другие строки, но там давайте их несколько нарисуем. Вот это вот там и вот это, например. Что мы должны сделать? Мы понимаем, что у меня теперь S0 становится новым лонгистом. Значит, мне нужно вот это Q вот здесь расщепить по вот этой линии. Да, эта строка как была лонгистом, так и осталась. Мы помним, что лонгист у нас сохраняется. То есть если когда-то лонгист, то всегда лонгист. Вот. И просто вот эта строка становится новым лонгистом. Тогда расщепление происходит именно по вот этой линии. S0 стала новым лонгистом, новой самой длинной строкой для вот этих вот всех более коротких. Ну, а все, которые более длинные, остаются там вот с этим лонгистом от Q. Вот. В итоге у меня будет два состояния. Давайте я это состояние оставлю, буду называть Q, а это состояние я назову клон. Ну, вот прям клон Q, потому что она будет очень похожа на Q. В ней практически все будет совпадать с Q. Так, это вот случай расщепления. Тогда вспоминаем, как может поменяться мой граф, какие у меня могут появиться или измениться ребра. Значит, во-первых, какие-то ребра, ведущие вот в это вот старое Q, могли перенаправиться и теперь ввести в клон. Да, то есть какие-то ребра, ведущие сюда, остаются ввести вот в это Q старое, а какие-то должны переместиться вот сюда. То есть это первое, да, какие-то ребра отсюда должны начать ввести вот сюда. Во-вторых, нужно понять, какие ребра из них исходят и из нового ку из нового клон и сообразить как здесь определяется ссылка это мы все сейчас дело так но первый шаг самый простой это как ведут себя ребра ведущие исходная q вспоминаем как ведут себя вообще ребра в автомате которые ведут в какую-то вершинку это часть суффиксного пути и все на всех стрелках написано одно и то же мы понимаем что вот это вот п это самое длинное состояние ведущие вот этой с 0 соответственно там от него сук ссылка тоже вела куда-то вот сюда ну скажем не знаю там было например одно слово вот это вот и еще когда мы берем ссылку тоже есть переход по букве c которая соответствует этим двум последним словам 1 2 но также это суффиксный путь можно продолжить как бы вот в сторону более длинных строк это будет соответствовать в этом вот начальному отрезку который который остается в том же самом состоянии q тут еще было какое-то предначало такое начало да еще там какие-то более длинные строки которые тоже переходят по символу c в состоянии q вот такой получается весь весь кусочек пути которые описывают все ребра ведущих q тогда я утверждаю что вот эти вот вершинки которые лежат выше чем p соответствует более длинным состоянием у них ничего не изменится они по-прежнему будут вести вот сюда ну потому что понятно что я иску вот это вот как бы отсек более короткие строки до начинается с 0 и вниз я их отсек тогда понятно что вот эти вот ребра которые соответствовали более длинным строчкам они не изменятся потому что скажем вот здесь вот эта строка переходим вот в этом ну значит это ребро и сохранится да то есть она не задействует нижнюю половинку то же самое если были там еще какие-то строчка не все вели обязательно вот сюда и поэтому нижнюю часть они как бы не задевают их можно вообще игнорировать все вот эти вот строчки которые длиннее чем п и ведут в q я их оставляю ну давайте я напишу букву а ребра из вершин слен больше чем лена п ведущих не изменяется я тут постарался объяснить да что вот еще есть какие-то ребра ведущие в q которые ну ссылка от которых равна п или там несколько раз отсылку получится п когда они остаются вот эти стрелки остаются потому что не ведут вот это множество с ними понятно их не трогаем но есть вот эти вот какие-то до от которых раньше мы ввели в q а теперь понятное дело нужно вести в клон потому что отсюда мы раньше в в radical ну вот в эту вот строчку с 0 и теперь эта строчка а есть 0 она уже будет justification клоне поэтому все вот эти вот ребра нужно перед перенести вот сюда потому что эти ребра ведут все во все более и более короткие строчки и поэтому понятное дело что они теперь в новом стени клон лежат поэтому нужно теперь его перевести туда давайте напишу такой цикл Опять, пока мы не дойдем до упора, и пока переход из P по букве C равен Q, ведет в Q, мы его перенаправляем. Мы говорим, что tool PC — это клон. P равно link от P. Это как раз соответствует тому, что мы проходимся по всем суссылкам P, и те стрелочки, которые ввели раньше в Q, мы перенаправляем в клоны. И там в какой-то момент мы дойдем до вершин, которые изначально ввели в другое состояние, собственно, их мы там и оставляем. То есть если есть стрелка отсюда-сюда, в другое состояние, отличное от Q, то мы его оставляем на месте, потому что это неизменивше состояние, их не нужно менять. Меняются только те, которые ввели в Q. Да, вот мы их, собственно, перенаправили в клон. Так, это сделали. Это мы разобрались с ребрами, ведущими в изначальное Q. Какие-то остались на месте, какие-то перемесились в клоны. Хорошо. Теперь я хочу понять, как ведут себя ребра, наоборот, исходящие из Q и из клона. Давайте пункт B. Ребра, исходящие из Q и из клона. Так, ну для этого давайте заметим следующее, что правый контекст в новой строке SC для состояния клон отличается от правого контекста в строке SC состояние Q добавлением пустой строки. Причем оно добавляется дизъюнтно. То есть раньше его, то есть здесь нету эпсион, мы его насильно добавляем, получаем R от клона. Так, ну почему это так? Почему это так? Нам нужно просто понять, как отличаются множество вхождений в SC вот этих строк и вот этих строк. То есть вот эти строчки, как бы были какие-то вхождения там, они остаются. А здесь тоже, какие вхождения у вот этих строк в нашу строчку SC. Ну смотрите, понятно, что вот это вот longest at Q, longest at Q, оно не получило нового вхождения в SC, потому что это раньше была какая-то по строку S, и теперь она не соответствует никакому суффиксу SC, потому что суффиксы SC, они, ну вот там сначала была строка, сама строка SC, потом отнесла ссылка будет внести сюда. То есть longest at Q это точно не суффикс SC. Longest at Q это не суффикс SC. Поэтому на самом деле правый контекст не изменился. Не так. Не так, не так, не так. Скорее, множество вхождений Q в SC не изменилось. Здесь множество вхождений longest at Q в SC совпадает с множеством вхождений в S. Совпадает с множеством вхождения S. Потому что была какая-то строка, да, она не получила нового вхождения, значит у нее просто никак не поменялось множество вхождений. Что было, то и осталось. Вот, а что получается у S0, у вот этой вот строки longest at Q. Какое у нее вхождение? Ну, а у нее как раз появилось новое вхождение, да, потому что S0 это максимальный суффикс SC, такой что ля-я-ля. То есть сейчас только что при дописывании к S символа C у меня появилось новое вхождение SC. СС, ну, S0 появилось новое вхождение. То есть раньше его не было, а теперь появилось. А у S0 появилось одно новое вхождение. появилось одно новое выхождение ну и тогда как раз получается вот это вот соотношение что правый контекст клона отличается от правого контекста q только добавлением эпсиона потому что давайте еще что-нибудь нарисую да вот везде где у меня встречался лонгист от у меня там же встречался с 0 в исходной строке с на них но они раньше были в одном состоянии потому что с 0 лежала просто станику поэтому они встречались в одном и том же множестве мест а теперь у меня появилась новое вхождение с 0 которая заканчивается вот этим символом c до концом строки и больше вот вот это вот это уже не не лонгист от q то есть просто отличается у них но что может выхождение только вот эти вот последним вот вхождением с 0 значит просто правый контекст отличается тем что вот здесь и все на нету а здесь есть эпсиона это напоминает знать что как раз строка заканчивается в конце строки является суффиксом вопрос есть ладно так хорошо так это доказали так года значит тогда на самом деле у меня вообще чем отличаются эти две строчки они отличаются только тем что вот это вот терминальная а это не терминальная у них правый контекст отличается только тем что здесь в этой вершине эпсиона есть то есть это вышинка терминале является суффиксом а это не является суффиксом она не терминальная а значит множество исходящих ребер у них будет одно и то же и они будут вести в в одни и те же позиции значит из этого соотношения мы получаем что клон отличается от q в плане исходящих ребер только тем что клон терминальная аку нет аку нет ну потому что если у двух то есть по сути у этих двух стр у этих двух состояний уху и уклон одинаковый правый контекст если не учитывать пустую строчку то есть если я из определения правого контекста выкидывает сон запрещаю дописывать пустую строчку то у них по идее одинаковый правый контекст то есть по сути это практически все еще одно и то же состояние только что такой правый контекста это способы отсюда добраться до терминальной что можно дописать так что попасть терминально поэтому это почти что одно и то же только одна из них терминально другая нет значит что исходящих ребер это куда они ведут будет точно таким же потому что как бы ну вот именно да что правый контексте одно что путей множество способов попасть до терминальной вершины что можно написать справа чтобы попасть терминально но если они одинаковые за исключением того что здесь есть и все у нас здесь нету то тогда и все стрелки нет смысла никак менять они будут вести в те же то есть стрелки отсюда подвести туда же откуда и вот эти вот стрелки там иску естественно по е здесь тоже стрелка по е будет вести в ту же вершинку в итоге все просто все ребра которые были иску мы копируем и делаем их ребрами из клона и это целиком описывает все ребра исходящий из клон в итоге давайте я покажу что я напишу что ту от клон просто равно ты ту утку вот то есть я целиком все что было здесь копировал вот сюда все исходящие ребра из клона я перекопировал ссоре все исходящие иску я перекопировал в клона все окей окей так ну и на этом мы разобрались вот этими ребрами исходящими из клона мы поняли что отличие только в том что одна термина и другая нет значит множество исходящих должно быть одинаково все это мы тоже сделали и в текущий момент мы уже написали как меняются все ребра как меняются ребра входящие в q и как меняется ребра теперь исходящий из q из клонов то есть просто все что было в ком и копируем в клон тогда последнее что нужно сделать это проставить всякие вот эти вот лены и линки и так далее ну во первых что такое лен от клона это лена по плюс один потому что здесь самой длинной строка является с 0 которая как раз получается приписыванием к лонгисту от п символа c поэтому лена клона на 1 больше чем лен от п а дальше что такое линка клона линка клона это я утверждаю линка тку давайте сюда вернемся значит раньше у меня было как-то определено линка тку она вела вот в эту вот строчку до следующую за вот это вот самый короткий откус вы так по одному символу пока не повыду в новое состояние теперь смотрите у меня это станет расщепилась тогда как у меня поменялись линки ну линка отсюда должна вести вот сюда потому что они в разных состояниях алинка отсюда должна вести вот сюда ну давайте вот я это я это и скажу что линк отклон вот эта стрелка будет вести сюда а вот эта стрелка будете сюда равно клон так ну и последний не забываем сказать что линк от сц от класса сцена в классе сц равно клон потому что это как раз то самое где лежит f0 и мне нужно линка отправить отсюда сюда вроде все мы кажется посчитали все что нужно все линки лены для всех изменивших вершинок мы посчитали так окей на самом деле алгоритм на этом закончился то есть мы разобрали все три случая во всех них сказали что делать вроде без минус доказали давайте тогда 5 минут перерыв докажем осимпнотику и пойдем дальше ну что давайте продолжать все мы мы построили алгоритм доказали его корректность в тех местах где это нужно было давайте формулируем следующую теорему которую оставим без доказательства это про максимальное число вершины максимальное число ребер в автомате построенном по строке длине длины n вот суффиксом автомате построенном по строке длины n не больше чем 2 минус 1 вершина и не больше чем 3 минус 4 ребер ну если н там достаточно большое я напишу так при н больше оно чем 0 потому что точную границу не помню ну то есть там для маленьких n наблюдаются какие-нибудь другие эффекты например если н равно единице то это число вообще отрицательное понятно что число ребер не может быть отрицательным ну вот начиная с какого-то момента порядок то есть верхняя оценка на число она вот именно такое что 2 н вершин и 3 н тренера ночью на минус константа вот вообще говоря это ну вот про про ребрах минимум это не очень очевидно потому что вот здесь тонкий момент такой что когда мы ребра исходящий из q перекопируем в ребрах ходящий склона мы как бы там нужно учитывать да сколько раз могут идет ребра копируем то есть мы как бы ребра раздваиваем и тем самым не может как бы сильно увеличить это количество если их там было 10 штук то станет 20 на и вот этот скачок нужно как-то нужно как-то аккуратно понимать сколько на ребер мы копируем в худшем случае там вообще может быть вплоть до размеров ави то если все возможны там исходящие ребра были из из q то в клон все то в клон все эти ребра нужно скопировать поэтому скачки могут быть довольно резкими ну вот суммарно амортизировано в среднем максимум 3 3 ребра добавляете вот ну а это там задачка на семинар если не разбирали то просить сигналистов это это не сложно но ими и здесь имеется ввиду при всех n начиная с некоторого то есть существует такой ноль что ли это вот хорошо ну и тогда вот с использованием этой теоремки которая отдельно доказывается и на самом деле как бы не обязательно базируется на наш алгоритм просто можно как бы безотносительно того как мы строим софтомат доказать что с автомате максимум столько вершины максимум столько ребер так вот используя теоремку мы сейчас докажем асимптотику нашего алгоритма асимптотика алгоритма но здесь либо от n если вы считаете алфавит константным либо скажем о налог сигму или о ссоре о н налог сигма или просто n сигма если у вас ответ не константный если вы считаете что алфавит константный то есть как мы любим до маленькой латинской буквы тогда можно просто кричит от и либо же если у вас алфавит может быть довольно большой скажем там ну все натуральные числа тогда нужно немножко аккуратнее быть также как у нас в боре собственно было мы либо в каждой вершинке храним ну не все натуральные числа да там числа не знаю от 1 до до 1000 тогда нужно либо в каждой вершинке хранить массив длины 1000 чтобы знать если ребро с таким ну по такой букве либо хранить там какую-нибудь структуру данных которая по каждой букве может определять есть ли такое ребро если есть куда наведет кажется здесь вот как обычно будет n налог сигму или и на 7 иначе на если сигма не константы вот ну либо аккуратно написать хэш таблицу тогда тоже симпатичка будут вроде будет вот н на но если не хочется всяких таблицу то можно с помощью std map сделать логарифм или просто помощью массива сделать и на сигму тоже это там обычно обычно сойдет почему почему это так ну вот сейчас сделаем нужно пройти по всему алгоритму и понять как бы какие какие его куски у меня не учтены в вот этих вот скажем вершинах или в ребрах на смотрите давайте еще раз overview всего алгоритма во-первых мы на каждом шаге добавляем максимум добавляем максим две вершинки одну точно и проводим в нее вот такие вот ребра и там по каком-то пути из там старой максимальной вершинки с пройдем такие ребра но время работы вот этого вот этой итерации да то есть проведение ребер которых раньше не было она вот здесь будет учтено потому что каждая такая операция она заведомо нам добавляет новое ребро значит суммарно таких шагов будет максимум 3 минус 4 это вот н такие шаги у нас учтены дальше если я завершился в корне и даже из корня не было перехода по цвету все быть дальше алгоритм ничего не делать иначе вот мы так ваши прошлись дошли до п нашли переход по букве c в какое-то состояние q если на тлен от q это лена пропис один то тоже ничего не происходит мы просто говорим что сувсилка отсюда ведет вот сюда и на этом тоже шаг выглядит на заканчивается самое сложное только возникает в третьем случае когда q расщепляется да и у меня из вот такой картинки получается какая-то такая картинка остается где-то там q в небесах и у нее возникает копия клон ребра и и дальше ребра ребра ведут себя так все которые показывали раньше в q и были на пути по ссылкам xp то есть все такие ребра перенаправляются в клон если было такое ребро то она теперь ведет сюда если было такое в рот он теперь ведет сюда ну и так далее все вот эти ребра и камни перенаправляем и вот это у меня уже не учитывается в количестве проведенных ровер потому что они так были учтены а теперь их просто поменял а то есть я не могу сказать что я суммарно все это делал за 3 минус 4 потому что ну то есть они уже когда-то учтены а я их меняю вот поэтому здесь нужно как-то более тонко проанализировать мы сделаем следующее мы поймем как выглядит вообще путь по ссылкам из максимальной вершинки насчет было раньше у нас где-то с было у него субсилка у него субсилка у него субсилка и так до корня теперь появилась новая вершинка sc тоже не искать субсилка которая как равна клону в нашем том сложном случае у него субсилка него субсилка ну и в конце придет тоже корень так какая-то картинка интересно получилось в общем я утверждаю что на вот этом суффикс нам пути число вершин она тем меньше чем больше ребер мы вот так и перенаправили начну а именно мы понимаем как как ведет как ведут себя стрелки несколько самых верхних решены имеют стрелку сюда потом несколько место сюда несколько значит сюда и так далее так далее то есть по сути весь вот этот вот старый мой путь развивается на такие кусочки давайте здесь многоточие нарисуем интересно получилось весь старый путь развивается на кусочки так что внутри каждого кусочка ребра ведут в одну и ту же вершинку вот эти ведут в сц эти в клона эти там вот сюда эти туда и так далее ну и тогда понятно что время работы за сколько работала вот то перенаправление ребер которые вели в ку теперь ведут в клон это время пропорционально просто размеру этого блока время вот итерации пропорционально размеру этого блока дать ребра которые теперь ведут в клон но тогда смотрите я вот у меня если здесь было много вершин для которых мне потребовалось перенаправлять эти ребра в клон тогда значит каждое такое действие у меня как бы уменьшает количество вершин в этом пути потому что как бы но чем больше здесь было вишен тем больше они хлопнуты вот здесь начинает где будет меньше вершин в итоге я хочу сказать следующее что если на этом шаге у меня было хотя бы к вершин перенаправлялись из них ребра стали вести в клон то и здесь всего было скажем м вершин то вот на этом пути вершины не больше чем что-то в стиле m плюс 1 минус к ну или там и сейчас лим плюс 2 сейчас я пойму не вроде просто им плюс 1 потому что у нас появляется новостание сц из-за этого плюс 1 а вот эти вот все нет ладно давайте признать их случайно пишем то есть появляется новая сц а затем все вот эти вот к вот этих штучек склеивать в одну вершинку клон получается плюс 1 минус к вот как раз да плюс 10 минус к ну и тогда понятно что чем больше здесь баллака тем меньше станет вершина вот этом следующем суффиксным пути и тогда на следующем шаге когда я буду переходить от с с c и следующая буква у меня опять если я долго буду работать у меня уменьшится количество решен на вот этом суффиксом пути ну и тогда понятно что поскольку у меня на каждом шаге вот это вот длина уменьше увеличивается максимум на 2 за счет двух новых вершинок и и каждая итерация цикла уменьшает мне эту длину хотя бы на единицу, то таких итераций цикла будет максимум от N. Понятно? Ну, значит, суммарно вот этих вот перенаправлений тоже будет от N. В итоге перенаправление ребер тоже будет от N. Ну и все, тогда мы доказали все, что нужно. То есть, во-первых, ребер, которые мы проводим, их линейное количество, и перенаправление тоже линейное. И вершин, которые мы создаем, тоже линейное. Поэтому нужная симптотика доказана. Помодлил вот этот теорем. Так, ну хорошо. Теперь давайте напишем целиком этот код, на всякий случай. Вот. И, наверное, пойдем дальше. Значит. Чего? Ну, я считаю, что у меня у каждой вершинки есть параметры len, link и множество переходов to. Множество переходов to для каждой вершинки. По каждой букве у меня есть там либо минус один, если перехода нету, либо номер вершинки, куда ведет это ребро. Еще давайте я буду хранить переменную last, которая отвечает вот этой штуке. Отвечает самому длинному суффиксу, построенному на текущий момент. То есть самые вот это последние вершинки. Изначально last — это вот это, потом last нужно будет переносить вот сюда. Я пишу код, который не претендует на хороший стиль оформления. Да, я скорее хочу, чтобы это было написано просто на доске. Итак, значит, как добавить новый символ к нашей строчке? Во-первых, нужно обязательно завести новое состояние. Давайте считать, что... Так, не так я хочу сделать. Сорри, давайте я немножко поменяю. Напишу, как я привык. Давайте считать, что вот это на самом деле поля у какой-то структуры. То есть у меня есть struct node, структуры вершинки. И в каждой вершинке хранится длина, link, to и там еще что-то, если нужно. А все вершинки я буду хранить в векторе. Вот, вектор T будет хранить все вершинки. Да, и изначально там лежит... Значит, изначально где-то в main я добавлю туда корень, который отвечает просто пустой вершине. Да, ну, стартовой вершинке. Pushback node. Вот так. То есть изначально в автомате просто лежит одна вершина, которая ничему не соответствует. Теперь добавление символа. Add c. Сначала нужно завести новую вершинку, новое состояние, и добавить ее в конец нашего списка. То есть я сделаю T pushback node. Добавляю туда свежую вершинку. И создаю новую переменную cur для удобства, которая будет как раз на нее показывать. То есть переменная, которая равна номеру этой вершинки. Ну, вот так, например. Это просто номер той вершины, которую мы только что добавили. Дальше p равно last. И делаем вот тот самый цикл в поисках первого ребра, исходящего по букве c. Пока p не равно минус единице. И t, p, tu, c не равно тоже минус единице. То есть пока из буквы p, sorry, из состояния с номером p есть переход по букве c. Да, то есть когда есть штука не равно минус единице. Я его направляю в cur. tp.tu, c равно cur. Это вот символ, которую мы добавляем к нашей строке s. И переходим к субссылке. p равно t, p, link. Так, первый вайл закончился. Мы провели все ребра. Это вот начало первого случая. Мы проводим все ребра, которые ведут в наше новое состояние cur, которое соответствует sc. Что дальше? Дальше первый случай. Если мы дошли до корня, то есть если в конце этого вайла p стало равно минус единице, то есть я дошел до корня, и даже если корня не было перехода по c, то я опять взял субссылку, перешел как бы в невалидное минус один. В случае p равно минус единице. Тогда, ну мы помним, что нужно сделать. Нужно сказать, что субссылка для cur, это просто корень. Это просто корень. tcur link равно 0. 0 это вот та самая корневая стартовая вершинка. Это соответствует случаю, когда c впервые вообще в строке появляется, то есть раньше буквы c нигде не было, а теперь это ее первое вхождение. Тогда субссылка от вот этого суффикса должна ввести в пустую строчку. Ну и в самом конце не забываем сделать last равно cur и return. Я для удобства пишу вот так. То есть этот первый случай целиком закончен. Из функции можно выйти и сказать, что теперь last это cur. Напомню, last это вот тот самый указатель на последнюю вершинку. Раньше он соответствовал s, теперь он будет соответствовать sc. Вот как раз last равно cur, нужно не забыть сделать. Это первый случай был. Теперь второй случай, когда это не выполняется. То есть мы дошли до вершинки, из которой есть переход по p. Тогда давайте скажем, что это переход, сори, есть переход по c, извините. Мы дошли до вершинки p, из которой есть переход по букве c. Давайте скажем, что он ведет в q. То есть q равно tpt точка тут c. Ладно, наверное, 25 строк это я погорячился, но в общем порядок правильный. Ведет в q. Второй случай, это когда длина вот здесь, вот на один больше, чем длина вот здесь. Пишем, если tqt точка len равно tpt точка len плюс 1. Это второй случай. Тогда, ну, мы тоже уже все писали. Нужно сказать, что сувссылка от кура ведет в q. И вроде все. То есть мы понимаем, что ничего не расщепляется. s0 это как раз лонгист в q. Сувссылка правильная, ничего делать больше не нужно. Не забываем last равно кур и return. Нет, так там не минус 1. Ой, извините, извините, здесь опечатка, да, здесь равенство, конечно. Извините, да. Значит, вот здесь вот, sorry, здесь было неравенство, здесь должно быть, конечно, равенство. То есть я так делаю, пока нет перехода по c. Да, извините, это я описался. Я вот этот вот ребро создаю, если его не было. То есть, соответственно, выход из цикла, это либо доход до несуществующей вершинки, либо до вершинки, из которой этот переход был. А если он был, то я говорю, что q это как раз то, что нужно. Да, спасибо. Ну, остался третий случай. Третий случай, когда все плохо. Тогда мне нужно завести новую вершинку. Клон. Создаем. t pushback node. t pushback node. Говорим, что ее номер равен клону. Вот, ну и дальше аккуратненько давайте мы, ну, также в том же порядке. Сначала проведем ребра, которые должны ввести в клон. Напоминаю, я стою в p, должен брать от нее субссылки, и все ребра, ведущие в клон, должен перенаправить, sorry, ведущие в q, должен перенаправить в клон. Пока p не минус 1 и tp, t, 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 c, t равно q. Да, все ребра, ведущие в q, я должен перенаправить в клона. tp, t, t, c, t равно клон. И поднимаюсь после ссылки. Вроде этот сок кода у нас уже был. Все ребра, ведущие в q, направляю в клона. Это пункт а у нас был. Пункт b. Нужно все ребра, ведущие из q, перекопировать в клон. Напишу так. tclon.tu равно tq.tu. Ну, подразумеваю, что так можно делать. Скажем, если тут лежит какой-нибудь вектор, да, там, вектор размера сигма, тогда я могу просто скопировать все, что лежит здесь, вот сюда. Ну, и третье, это все вот эти поля, link, len и так далее. Это я просто переписываю то, что уже было написано. Значит, tclon.len равно... Так, ну, давайте я это напишу, но это будет неверно. Сейчас мы это исправим быстренько. Значит, мы понимаем, что len от клона — это len от p плюс 1, только это нужно было сделать до вот этого вайла, да? Потому что в этом вайле мы уже взяли p, и там несколько раз ее поменяли, взяли субссылку многократно, поэтому p изменилось. Значит, это будет корректно только до вот этого вайла. То есть это нельзя делать до присвоения лена. Есть. Теперь с линками. Во-первых, линк от клона — это то, что изначально было в линк от q. t от q точка линк — это клон. И t от q точка линк — это тоже клон. То есть это мы тоже уже писали. Ну и чего? И вроде мы все присвоили. То есть мы присвоили len, мы присвоили ту, мы присвоили линк. И теперь для вершинок q и кур мы тоже обновили линк. Все, больше делать ничего не нужно. Не забываем еще в конце написать last равно кур. Last равно кур, потому что мы завершили наш третий случай. Вот вроде все. Вот только эту одну достаточно. То есть можно и все, но достаточно одну. Вопросы? Кажется, мы написали все. Тут 35 строчек у меня получился. Так, хорошо. Если нет вопросов, тогда давайте мы завяжем со строками. Но на чуть-чуть. Так, вообще наша цель, наша цель следующая. Значит, мы хотим решить такую задачу. Все, мы сувстомат закончили. Забываем про него. Мы хотим решить такую задачу. Есть шаблон p и текст t. Нам нужно узнать, сколько раз шаблон входит в текст t, если можно ошибаться максимум k раз. То есть мы пытаемся приложить p везде, где только можно. И если число ошибок не больше, чем k, число несовпадений не больше, чем k, где k какая-то константа данная, то мы говорим, что вот он здесь входит, но там неточное вхождение имеет. То есть вхождение с максимум k ошибками. Значит, нужно найти все неточные вхождения с не большим k ошибками. Да, да. Они могут идти где угодно. И причем эти позиции, где возникают ошибки, могут тоже как угодно меняться. То есть тут может быть три ошибки, тут может быть две, тут может быть там тоже три, но в других позициях там где угодно. И нужно найти все-таки вхождение максимум k ошибками. Для этого нам нужно будет научиться быстро перенажать многочлены. Мы научимся это делать в один из следующих разов с помощью быстрого преобразования фурья. Значит, fft, вот там на следующий или через раз лекции мы разберем. И с помощью этого решим эту задачу. То есть мы как бы все еще решаем задачу на сроках, но сначала нам нужно будет немножко в теорию чисел погрузиться, построить алгоритм быстрого перемножения многочленов. Вот и сюда мы еще тоже вернемся. Это пока такой анонс того, почему мы сейчас вдруг переходим на теорию чисел. Вот, но сегодня уже у нас времени особо много не остается, поэтому мы разберем что-нибудь простое, что либо вы знаете, либо где-то слышали, либо узнаете сегодня. Так, давайте начнем с простого алгоритма Евклида. Алгоритм Евклида. У меня есть ощущение, что он у вас не у всех был. Скажите, пожалуйста, у кого он был. Поднимите руки, пожалуйста. Черт, у всех был. Нет? Или не у всех? Ну, все равно, мне кажется, что нам это точно нужно, по крайней мере, по крайней мере, это просто. Значит, задача такая. У вас есть какие-то два числа, скажем, А и Б, и вам нужно найти их наибольший общий делитель, то есть такое максимальное натуральное число, которое их обоих делит. Давайте пока что жить в парадигме, что у меня все числа целые, вот, и нужно найти их наибольший общий делитель. Ну что? Можно легко заметить, что если, скажем, Б больше или равно чем А, то наибольший общий делитель не поменяется, если я вычету из второго числа первое. Если Б больше или равно чем А. Но все это легко доказать. Давайте докажем, да, что наибольший общий делитель не поменяется. Но смотрите, если здесь был какой-то общий делитель Д, то есть Д делил и вот это, и вот это, то ясное дело, что он будет делить и вот это, и вот это. То есть А он по-прежнему будет делить, b минус 1 тоже будет делить, как делить разность двух чисел, делящихся на d. Обратно. Если тут какое-то число g делило и вот это, и вот это, то g также будет делить а и будет делить их в сумму. Будет делить в сумму b минус a плюс a, то есть будет делить b. Поэтому не просто у них наибольшие общие делители совпадают, но просто все множество делителей общих совпадает. Все, что делит это, делит это и наоборот. Поэтому такой переход мне не меняет наибольшего общего делителя. Тогда алгоритм будет очень простой. Давайте мы делать такое вычитание, ну или точнее будем брать по модулю до тех пор, пока не придем к чему-то очевидному. Вот это же утверждение можно обобщить на такое. То есть вместо вычитания можно взять остаток отделения по модулю. Потому что если я просто много раз буду вычитать, скажем, это число очень маленькое, это число очень большое, то когда я буду вычитать много-много-много-много раз вот это число а, маленькое, то в итоге я, по сути, просто дойду до b%, остатка определений b на а. Ну и тогда алгоритм будет такой. Давайте я его назову как-нибудь int gcd, int int b. Сначала давайте поменяем числа местами, если вот это не раз не выполняется. там напишу какую-нибудь int d, ну давайте, я не буду писать int d, просто напишу свопа b. Свопа b. Вот, и в конце, что в конце, да, нужно еще написать условие выхода. Условие выхода будет такое. То есть у меня теперь а, это самое маленькое из двух чисел. Если оно 0, то я знаю, что gcd равен второму. Если оно 0, то gcd равен второму. Ну потому что gcd 0 и чего угодно, это то самое, что угодно, потому что 0 делится на любое число. Вот, но в конце, если это не выполнено, то нужно просто вернуть gcd того, что тут написано. a, b процента. Конечно, да. Ну, я не буду гнаться за оптимальность. Ну да, короче, за константой в большом. Да, можно сказать, что действительно можно сразу передавать сначала b процент а, а потом а. То есть я хочу сначала маленькое, потом большое. И я понимаю, что остаток определения на а всегда меньше, чем а. То есть если их поменять местами, то вот здесь у меня не будет свопа. Можно так сделать, но не лень. Давайте не будем переделывать. Вот, значит, работает это за сколько? Время работы. Время работы на самом деле будет от логарифма b. Ну, где вот я считаю, что b это максимальность двух чисел. Работает за логарифм от максимального числа. Так, почему это верно? Значит, для того, чтобы доказать такое время работы, мне нужно как-то оценить, как быстро их числа убывают. То есть была пара а-б, станет пара а и б процента. Вот вопрос, как быстро там уменьшается какое-нибудь число. Ну, давайте немножко рассмотрим случаев. Значит, была пара а-б, она переходит в пару, как вы правильно заметили, да, б процента запятая а. Вот, в хорошем случае, если а по сравнению с b очень маленькая, тогда вот это вот взятие остатка, оно уменьшит b существенно. Да, то есть было там, не знаю, если а в 10 раз меньше, чем b, то этот остаток, по крайней мере, в 10 раз меньше, чем b. То есть b сильно уменьшится. Давайте скажем следующее, что если а, если b больше, чем 2а, то, ну, мы понимаем, что b процента меньше, чем а, меньше, чем половина b. Тогда в этом случае у меня число b сразу уменьшится хотя бы в 2 раза. То есть было какое-то b, а поменялось на число меньше, либо равное, чем 1,2 b. Если так было бы всегда, то есть максимальное число всегда уменьшилось хотя бы в 2 раза, то понятно, что асимптотика будет лог-лог b. Да, на каждом шаге дели максимальное число пополам. Тогда в итоге, чтобы дойти до случая, когда одно из чисел 0, нам достаточно логарифмическое число операций. Значит, что происходит иначе? Иначе. у меня b лежит в отрезке от а до 2а-1. Тогда b процента — это просто b-а. b процента — это b-а. Но на самом деле тогда выполняется то же самое. Тогда я вычитаю из b хотя бы его половинку. Можно писать так, что а — это хотя бы половинка b, даже строго больше. Поэтому b процента меньше или равно, чем b минус половинка b. То есть даже в этом случае взятие остатка — это вычитание а. И если а достаточно большой, то есть хотя бы половинка b, то тогда у меня этот остаток хотя бы в два раза меньше, чем исходная b. То есть вполне сна, на самом деле, то же самое. Неважно, какой из двух случаев уверен, маленькая ли а или достаточно большая, у меня все равно наибольшее число уменьшится хотя бы в два раза. Понятно? Ну, отсюда следует требуемое. Асимптотика. Вот лог b. Вот, хорошо. Еще раз. А, вы про то, что здесь, возможно, можно писать как бы меньшую асимптотику, да? Что лог а, а не лог b. Да, да, ну, можно, можно, вы правы, да, да. Вы правы, то есть здесь можно написать там лог а плюс один, грубо говоря, да? Ну, это то же самое, что лог а. Да, можно так. Ну, опять же, этого хватает. Все равно у нас как бы обычно, если мы предполагаем, что все вот эти операции типа процента, сравнения и так далее работают за от единицы, как мы, ну, предполагаем, да, работая на наших компиляторах, мы пишем такое, предполагаем, что это работает за от единицы. Тогда, в принципе, все равно все эти числа достаточно маленькие, там помещаются в какой-нибудь лонг-лонг или что-нибудь такое, и все равно этот логарифм, там, неважно от чего брать, вот максимального или минимального из двух чисел, все равно что-то очень маленькое. Вот, ну, давай считаю, что симптотика такая. Хорошо, тогда давайте еще успеем, наверное, расширенный алгоритм Евклида. Значит, это алгоритм, позволяющий сделать следующее. Давайте считать, что пусть наибольший общий делитель равен d, тогда нам нужно найти такие целые x и y, тогда ищем x и y, но я не пишу, что они целые, потому что здесь мы говорим только про целые числа, что линейная комбинация a и b с этими коэффициентами в точности равна их наибольшему общему делителю. То есть это так называемое линейное представление нот. Линейное представление наибольшего общего делителя. Отрицательные. Да, так. Меньше чего? Не целые. Нет, целые, обязательно целые, конечно, целые. Целые, возможно, отрицательные, но если они не целые, то это неинтересно, можно считать, что здесь ноль, а здесь d делить на b. Они обязательно целые, но, возможно, отрицательные. Да, конечно. Вот, решение такое. Смотрите, мы можем воспользоваться нашим вот этим вот алгоритмом Евклида и считать, что он, то есть он, 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 что делает? Он переходит от пары a, b к паре b, процентазы, а. Давайте считать, что рекурсивно он решил эту задачу. То есть мы понимаем, что цена не меняется, вот это вот d остается тем же самым, но пусть наш алгоритм решил задачу для пары b, процентазы, а. Пусть найдены не знаю, там x с крышкой и y с крышкой да, такие, что первое число умножить на x с крышкой плюс второе на y с крышкой равно тому же самому d. То есть я спустился в рекурсии для новой пары b, процентазы, а, вот, там gcd не изменился, и я считаю, что мне рекурсивно вернули нужную пару x с крышкой, y с крышкой. Тогда я сейчас по этой паре x с крышкой, y с крышкой построю исходные x, y, которые мне нужны. Так, ну давайте вот это вот заменим на следующее, на b минус b умножить на а умножить на b слэш а. Вот так. Остаток отделения это разность b и, собственно, неполного частного умноженного на делитель. Это вот это b, процента. И давайте раскроем здесь все скобки. Тогда у меня написано, что b x с крышкой плюс a y с крышкой минус a на b слэш а на x с крышкой равно d. Ну и тогда, если я сгруппирую слагаемые правильным образом, у меня получится то, что нужно. Вот это x, вот это y. И в итоге у меня переход, вот этот переход рекурсии будет выполнен. Если я для более простой пары b процент а и а нашел нужный коэффициент x с крышкой, y с крышкой, то для исходной пары а, b, эти коэффициенты выше, 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 вот так. То есть их нужно поменять местами, и из первого нужно еще вычесть, там вот еще какую-то такую подавку. Все. И здесь, собственно, это все легко встраивается в наш алгоритм. То есть теперь там можем считать, что ГЦД нам возвращает, не знаю, не число, а тройку, x, y и d. И если вот здесь вот рекурсивно мне вернулась тройка, то мне нужно с ней проделать вот то преобразование, то есть ГЦД не поменяется, а первые два вот этих коэффициента как-то поменяются, и мне их нужно вернуть из рекурсии. Вот. Единственное, нужно еще понять, что происходит вот здесь вот, когда я дошел до шага с нулем, ну, тут все просто. Если у меня а равно нулю, b не равно нулю, то можно считать, что x равно нулю, y равно единице, и ГЦД равно b. Все. Тогда выход из рекурса у меня тоже корректно определен. То есть если одно число 0, второе равно b, тогда с какими коэффициентами их нужно взять, чтобы получить ГЦД? Ну, первое можно игнорировать, или там поставить сюда что угодно. Второй коэффициент равен единице, тогда как раз вот эта вот сумма будет равна b, что и равно ГЦДшке. Да, и тогда вот так, рекурсивно, если это раскручивать по той форме, то у меня получится правильный набор, правильный коэффициент x, y. Вот. Ну, все, а симпатичка не хочется. Я найду правильную пару x, y, и все будет хорошо. Так, давайте тогда скажем, что вот мы нашли какой-то, какое-то решение x, y, одно из решений, одно из решений, тогда все решения описаны следующим образом. Это x плюс kb, y минус ka для целых a. Вот, ну, это тоже упражнение, несложное должно быть в семинаре, что если мы нашли одно решение, то все остальные решения описываются как добавить сколько-то раз b к первому коэффициенту и вычесть столько же раз а из второго коэффициента. Ну, и это число раз произвольное целое. Если вопросов нету, то на сегодня все. Спасибо. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...